Просроченная задолженность по заработной плате на 2 ноября составляла почти 65 миллионов тенге по всей области. Мурат Дарибаев на совещании с главой региона, зачитывая данные, добавил, как только руководители предприятий узнали о предстоящей встрече с Нуралы-Саду Акасовым, тут же погасили 15 миллионов тенге. Свои заработанные получили 260 человек. Наибольшую просроченную задолженность по заработной плате имеют Карасурский район 9,5 миллиона тенге перед четырьмя предприятиями, Камустинский 7,8 миллионов тенге, два предприятия, Саракольский 5,7 миллиона тенге и Мендогоринский район 3,7 миллиона тенге по одному предприятию. Основная задолженность в сумме 36,5 миллионов тенге сложилась на бездействующих предприятиях и проходящих процедуру банкротства. В том числе Айгерим задолжала чуть более 22 миллионов тенге. ТО Касхим Волокно почти 7. Данные предприятия относятся к категориям банкротов и вся работа с ними будет строиться в соответствии с законом Республики Казахстан о банкротстве. В этой связи прошу вас, уважаемый Нурал Мустафаевич, эти предприятия исключить из нашего перечня должников по заработной плате. По остальным предприятиям еженедельно ведется мониторинг. Не менее двух раз в месяц проводят совещание с их руководителем по вопросу погашения образовавшейся задолженности по заработной плате. Аким области отметил, что формально убрав предприятие, задача легче не станет. В любом случае участие в этом должна принимать исполнительная власть. Люди не должны быть заложниками ситуации, отметил Нуралес Адуакасов. Сегодня по Касхим Волокно идут судебные разбирательства. Что касается ТО Айгерим, некогда выпускающей обои, сегодня признана банкротом. Назначен конкурсный управляющий, сформирован комитет кредиторов. После переоценки имущества и его реализации планируется погашение задолженности по заработной плате согласно очередности. Мы должны быть с вами заинтересованы тем, чтобы вот эти предприятия могли заработать. Особенно, что касается Айгерим, имущественный комплекс весь сохранен. Если говорить о заводящем Волоконах там сложнее, то здесь весь имущественный комплекс сохранен. Вы были на этом предприятии, смотрели. Есть предложения по его реабилитации и заинтересованы в том, чтобы восстановить это предприятие, чтобы оно, может быть, работало. Это как раз в рамке рыночных наших отношений. На совещании были названы ТО, руководители которых не могут расплатиться с работниками из-за неудачного урожая этого года. Глава региона в очередной раз напомнил о диверсификации экономики. И тогда не надо было полагаться только на один урожай, полагая, что этим закроете все проблемы. Ошибочное понимание ряда и Акимов районов в том числе, что имея хороший бонитет, занимаясь только производством зерна, можно решать все проблемы. Это больше понимание асфальтных крестьян, что недопустимо для людей, которые живут на селе. И основной ресурс использует землю для того, чтобы производить на ней продукцию. При этом Акимов области подчеркнул, если такие совещания провоцируют руководителей предприятий погасить задолженность по зарплате, он готов их проводить чаще. А возможно, даже сделать выездными. При этом профсоюзы предлагают административно наказывать руководителей предприятий, не выполняющих свои обязательства. По итогам совещания Нурлысо Дуакасов поручил заместителю Акимов области, руководителям городов и районов, проводить ежемесячный мониторинг о выплате заработной платы. Хамзан Рупийсов, Наталья Коптел, РТН. Продолжение следует...